Пока жены российских оккупантов писали письма на фронт и поддерживали войну в Украине, их на болотах уважали и почитали. Счастье на прокат от Министерства обороны. А как только они вышли на улицы с просьбой вернуть суженных домой, стали врагами народа. За что задержали? За одиночных пакет. Женщину возмутило то, что путинская власть даже и не думает проводить ротации и отправлять так называемых «защитников Родины» в отпуска. То, что они там до конца 2023 года, мы еще были с этим как-то согласны, скрипя сердцем, то, извините, до конца специальной военной операции мы с этим категорически не согласны. Давайте откроем матрешку и узнаем, почему русские бабы взбунтовались только сейчас. Все осознают, что государство их кинуло. И как кремлевский режим реагирует на открытую критику Путина накануне президентских выборов? Если наш президент смеет забивать вот так вот и забывать о гражданских людях, вот так вот их кидать в зону боевых действий, то, я думаю, каждому гражданину Российской Федерации стоит задуматься, что нужен ли нам такой президент. Распускать вот людей с подобными взглядами – это очень опасная штуковина. Она может очень плохо закончиться. В РФ набирает оборотов бунт жены матерей мобилизованных, которые длится уже несколько месяцев. А, министерство обороны потратилось. Теперь надо из наших парней все выжить, последнюю жизнь достать, чтобы они пришли к нам просто кочерыжками. А мне чего, кочерыжку, что ли, отдадут? Защищать нашу, подождите. А я что, обратно получу? Женщины требуют вернуть их мужей и сыновей из фронта. Нашим мужчинам нужен отдых. Верните наших мужчин домой. А ведь не так давно родственницы российских оккупантов буквально-таки призывали своих мужчин насиловать, пытать и убивать мирных украинцев. Мы разобьем врага, и мы победим. Победа будет за нами. Бей, хохло. Спасай Россию. Но прошло уже два года, и энтузиазм русских баб приутих. И вовсе не потому, что они вдруг прозрели и заняли антивоенную позицию. Нет. Мы поддерживаем решение президента об необходимости проведения специальной военной операции. Они преследуют исключительно личные интересы. Они не выступают против власти и даже не выступают против войны. Они выступают только за то, чтобы их мужьям давали хотя бы отпуск или, в лучшем случае, ротацию. Потому как российские оккупанты, которые попали под частичную мобилизацию или находятся на войне с самого начала, не имеют никаких перспектив вернуться домой, кроме как в качестве груза-200. Прошел год, прошла годовщина с момента начала мобилизации, вот это 21 сентября. И никто, ну, как бы и не думает их возвращать. Это несправедливо, они это не выбирали. Да неужели? А кто же их заставил? Может, несменный президент РФ, за которого россияне голосуют едва ли не на каждых выборах? Указ о частичной мобилизации подписан. Или же сами жены так называемых защитников Родины, которые надеялись на выплаты и помощь от государства? Нам бы хотелось иметь свое жилье, и я считаю, что как раз те герои, которые защищают нашу страну там на фронте, достойны того, чтобы им выделили хотя бы однокомнатную квартиру для проживания их семьи. Но если не квартиру, то автомобиль. Или хотя бы машину дров. Семьи мобилизованных жителей Хабаровского района по потребности обеспечивают дровами. А теперь русские бабы вдруг возмутились. Я считаю несправедливым, что наши мужчины одни отбываются за всю страну, за решения наших руководителей. В нашей стране полно мужчин. Конечно, полно. В самой только Госдуме несколько сотен. Но ни депутатов РФ, ни их детей вы в окопах не увидите. Это очевидный факт. Уже сегодня это стало очевидным. Потому что они заняты отмыванием денег через госконтракты. А мерзнуть с крысами в окопах – это удел простых русских ванек. Они идут на штурм, не имея на то никаких навыков. При поддержке слабой артиллерии. В связи, саперок и разведке. Как на убой. У нас сложилось впечатление, что командование безразличны жизни наших мужей, сыновей и братьев. Странно, что это впечатление у жены матерей военных преступников появилось только сейчас. Ну ладно, мы уже как бы думали, ну ладно, ну годик потерпим, ладно, хорошо. Хорошо, ну вроде срочку служит год, ну ладно. А не тут-то было. Товарищ Картопов, между прочим, он единоросс. Сказал, что наши парни там до конца. А ротации они не подлежат. Вот вам отпуска и подавитесь. Сроки проведения специальной военной операции неопределены. Из-за неопределенности наша жизнь замерла и превратилась в кошмар. Да уж. Тяжелая ноша русской бабы. Пока муженек на чужой земле убивает и мародерит, ей приходится бегать по кабинетам, требовать обещанные выплаты и растить в одиночку детей. Не так она представляла себе жизнь в статусе жены, так называемого героя СВО. Все осознают, что государство их кинуло. Вот плотину женского негодования и прорвало. Очень позабавило меня, что президент объявил 24-й год годом семьи. Хотела сказать, не полной семьи, что ли? Почему год семьи, а у меня мужа нету? Как будто это как издевка или насмешка над нами. Хе-хе-хе, смешно. Мой муж год и четыре месяца не был дома. То есть он не может восстановить ни физические силы, ни эмоциональные, ни здоровье. Он не может выполнять роль отца, сына, мужа. Попытки русских баб вернуть своих суженых домой начали вылазить боком самим оккупантам. На все мои обращения моего мужа вызывает руководство и заставляет писать его объяснительную, и заставляет писать о том, что он претензий не имеет. Чтобы побывать в отпуске, российские солдаты платят взятки. Те, кто платит, были уже по два раза в отпуске. Осенью прошлого года родственницы российских мобилизованных создали оппозиционное общественное движение под названием «Путь домой». На протяжении нескольких месяцев его участницы каждую субботу возлагают цветы к вечному огню, чтобы почтить память погибших на войне и напомнить о своих мужиках, которые уже два года без передышки истребляют украинцев. За это время накопилась усталость, страдает психическое здоровье, обострились хронические болезни. Большинство из них ни разу не были дома. Жены российских оккупантов начали организовывать митинги в разных городах РФ. Мы пытаемся привлечь внимание к проблеме мобилизованных, которые находятся в зоне конфликта бессрочных. Разрешений на эти массовые мероприятия российские власти не дают, прикрываясь ковидными ограничениями. Отказ в митинге в связи с ковидными ограничениями, ну, знаете, это уже не канает. Это уже смешно. Чтобы бунтарки заткнули рты, им предлагают различные льготы и даже деньги. Теперь перейдем к простым прагматичным вещам. Сколько нужно? А то ведь накануне президентских выборов Путину такая шумиха ни к чему. Я буду баллотироваться в должность президента Российской Федерации. Но русские бабы все равно не угомонились. Они писали письма на прямую линию Путина и даже создали петицию за возвращение мобилизованных и установление предельного срока службы. Я считаю, что это полная дурь, понимаете? Также белоплаточницы устроили всероссийский флешмоб. Верните мужа, я заебался. Наклейки с этой надписью женщины размещали на своих автомобилях. А в чате по Ульяновску и вовсе обсуждали идею устроить автопробег. Но реализовать ее не успели, поскольку Кремль запустил свою репрессивную машину. Ну, работа есть работа. Заместитель губернатора Ульяновской области пригласил женщин на встречу. Провел воспитательную беседу, потребовал удалить фотографии флешмоба и снять наклейки с автомобилей. После того, как взбешенные бабы отказались выполнить эти требования... Что он скажет? Прости, Господи, не ведают, что творят. Ситуация начала накаляться. Четырех участниц акции вызвали на встречу с полицейскими, которые напомнили родственницам мобилизованных содержание статьи о дискредитации Росармии. Хочу отдельно поблагодарить вас, дорогие друзья, за слаженную работу. В начале февраля представители движения «Путь домой» собрались в центре Москвы и требовали от президента страны-агрессорши вернуть оккупантов домой после 500 дней мобилизации. В итоге силовики устроили охоту на активисток. Не перегибайте, какая охота на вене? Досталось и журналистам, которые снимали возложение цветов. Без объяснения причин их тоже поместили в автозаки. В этом есть огромный смысл. Некоторым представителям «Пути домой» удалось дойти до штаба кандидатов президента Путина. Там их встретила полиция и провокаторы из волонтерской роты с пледами и чаем. Это провокация. Причем дешевая провокация. А это кадры, снятые через неделю. Представительницам движения «Белоплаточниц», которые собрались у стен Кремля, вышел мужчина в военной форме и устроил протестующим промывку мозгов. Вы знаете, что к моменту 24 февраля 2022 года на линии разграничения с той стороны было сосредоточено 150 тысяч человек. А солдат почетного караула даже не позволил участникам акции во время возложения цветов провести минуту молчания непосредственно у могилы неизвестного солдата. Для начала попросили цветы поправить, как-то я не так их положила. Потом, когда я захотела хотя бы 30 секунд постоять молча, вспомнить погибших ребят непосредственно МСО и даже Великую Апическую войну, аккуратно, мягко как бы меня... Если вы сейчас остаетесь на могиле, возложение прекратится. Ну, как-то, я не знаю, как-то это не патриотично, что ли, продавать. Вы и так ничего и не поняли? Россияне, что патриотично, а что нет, в РФ решает президент и его свита, а не простой народ. А как бы вам хотелось? Поэтому бдительные стражи правопорядка продолжают оказывать давление на неугомонных женщин и угрожать непокорным родственникам российских солдат обысками и сроками. Это неизбежно. Это будет происходить дальше. Что же касается самих оккупантов, то никакая ротация им не светит. Я написала губернатору, что в нашей семье появился третий ребенок, предоставил все документы. Военкомат нам вынес отказ. Причем вынес отказ с такой формулировкой, что вы все равно ничего не добьетесь. И единственный ваш вариант, это если ваш муж принесет свидетельство о вашей смерти. Путин намерен воевать до последнего мобилизованного россиянина. Другого пути нет. Так что русским бабам остается только готовить на замену белым платкам. Траурные. Черные.